здравствуйте мои уважаемые подписчики и просто зрители канала сегодня будем читать и писать блока airbag это opel astro j 2010 года в блоке находится краш после удара наша задача вскрыть блок подключиться к процессору infineon 2361 а и прочитать его читать мы будем с помощью упа usb new и сейчас нам нужно вызвонить контакты на которые будет подключаться наша упа питание нужно подавать внешние сюда обязательно также внешнее питание на упу для правильного чтения давайте откроем заднюю крышку делать это мы будем при помощи вот такого сапожного ножичка то есть подцепляем и потихонечку его вытаскиваем вот так вот ведем вот потихоньку помаленьку он нам поддается по всему периметру проводим и здесь также вот пожалуйста наша крышка открыта также на этом блоке существуют пластиковые защелки вот они здесь их нужно спилить или просто откусить кусачками вот такие вот сколько их раз два три 4 5 6 штучек их надо откусить и затем нужно вытащить плату плата у нас на разъемных соединениях значит первое что мы делаем берем хирургический инструмент подцепляем угол фиксируем его детали здесь в углу нет где нету печати то есть фольги там нет деталей теперь мы подцепляем сюда в угол и тянем вверх немножко натянули остановили самое важное вот эти две точки это конденсатор на них нужно надавить чтобы их ослабить вот так надавливаем теперь снова берем хирургический инструмент и уже отсюда начинаем плату потихоньку подымать пользуемся двумя лопатками вот тонкой стороной сейчас вставляем вот таким вот образом и плата у нас в руках вот мы сняли плату для чего это мы сделали для того чтобы прозвонить точки выводов микросхемы точнее процессора 2361 а который мы будем читать здесь у нас остался конденсатор вот его контакты ну коробочку откладываем собственно говоря в сторону и начинаем работать с платой как я уже сказал процессор у нас инфинион 2361 а 56 f давайте мы его найдем программаторе упа выбираем вид дерево устройств процессор у нас инфинион 2361 а 56 f здесь можно читать flash 0 flash 1 и flash 3 то что там и нужно будет для flash давайте посмотрим соединение что нам нужно соединить p2 это тд и тск трс это масса тдо порс тмс и питание вот эти вот контакты нам нужно подключить к нашему процессору также давайте откроем содержание посмотрим есть ли у нас здесь инфинион и вот они у нас инфинион и пошли значит 23 до 36 у нас вот 61 а вот так нам нужно подключить давайте подключаться первая ножка нашего процессора находится вот в хелпе упа она обозначена как грунт то есть как масса давайте мы это с вами проверим возьмем тестер посмотрим где у нас масса можно относительно любого конденсатора минус вот она минус до минус и посмотреть первая ножка инфиниона идет ли на минус да значит это действительно первая нога отсюда мы начинаем наше измерение 5 у нас заявлен как trst и 6 тд 0 значит давайте смотреть 5 раз два три 4 5 вот зачистим контактик немножко контакта нет просто вот 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 так по зачистили теперь смотрим где он вот это у нас получается trst так и запишем вот у нас тут нарисую нарисую нарисуем две вот эти и три вот эти значит здесь мы выяснили что средняя у нас трст так следующая у нас идет 6 тд 0 так 6 считаем шестую пятая шестая вот рядышком также и немножечко зачистим сейчас это мы делаем для того чтобы нам потом блок этот не разбирать а подцепляться сверху на плату так давайте прозвоним теперь вот это вот так контакт наладили вот эта точка контрольная значит это у нас тд 0 давайте смотрим разрисовываем нашу схему вот сюда идем дальше вот в хелпе по подключению 60 первых процессоров две позиции то есть вот это вот не наше подключение вот наше подключение вот на основание этого мы прозвонили плату пометили для себя на бумажке распиновку на плате и подготовили плату для того чтобы припаять сюда выводы программатора упа да еще важное замечание этот блок читается с внешним питанием вызвать его легко массу все понятно можно с любого конденсатора посмотреть вот вот масса вот это обозначается черненькая эта масса мы нашли что масса у нас 3 отсюда дальше питание у нас идет диод на питание одно питание вот это и второе питание вот это то есть постоянный плюс и плюс отключения зажигания но мы их объединим и включим сразу все для того чтобы прочитать нам процессор ну вот мы с вами все подключили согласно хелпу здесь у нас минус 2 плюса ну и здесь выходы на программатор давайте пробовать читать так flash 3 давайте попробуем ее прочитать flash 3 идет чтение flash 3 flash 3 прочиталась вот она данные все давайте ее сохраним пока на рабочий стол сохраним так и напишем flash 3 сохраняем сейчас проверим правильность прочтения программатором flash 3 делаем верификацию сейчас программатор сравнивает файл который у нас уже здесь и который находится в процессе верификация завершена успешно значит файл прочитан правильно когда есть возможность прочитать full с блоков то есть flash 0 и flash 1 обязательно это делаем всегда это может пригодиться мало ли кто-то завалил блок или еще что-то можно перелить спокойно все три флеши и запустить блок давайте начнем с flash 0 выбираем flash 0 и нажимаем чтение напоминаю питание у нас внешние на блок то есть не через программатор делом внешнее питание для инфиниона с программатора мы припаиваем только минус плюс не припаиваем вот так это все организовано flash 0 читается читается довольно таки быстро я всегда читаю full и если есть возможность если сейчас все открыто и доступно читаем full и складываем к себе в базу они всегда могут пригодиться так он написал нам что flash прочитано успешно flash 0 давайте также выполним верификацию прежде чем сохранять программатор упа на десятке работают вообще идеально на десятке professional которая здесь у меня на компьютере на ноутбуке точнее сказать стоит 8 гигов оперативы процессор core 5 работает она очень быстро и качественно верификация завершена успешно о чем нам внизу свидетельствует надпись и теперь давайте сохраним его также на рабочий стол подпишем flash 0 сохраним теперь нам нужно прочитать flash 1 закрываем эту flash опять выбираем наш процессор выбираем flash 1 и нажимаем чтение flash 1 успешно прочитано смотрим внизу на надпись теперь также делаем верификацию проверку правильности чтения верификацию лучше всегда производить то есть понять по каким причинам был неправильно вдруг прочитан дамп верификация все покажет на каких адресах ошибки если все нормально конечно напишет съезд верификация прошла успешно о чем свидетельствует опять же надпись внизу вот она и давайте сохраним этот файл напишем как flash 1 итак мы с вами вычитали все три флэш то есть flash 0 flash 1 и flash 3 flash 3 так называемые пром нам нужно править будет только флэш 3 flash 0 и flash 1 остаются неизменными мы создали на рабочем столе папочку astro j который сейчас прочитали номер блока его вот 135 58 94 13 10 плюс 12 0 6 то есть так мы ее и называли пометили что flash 3 у нас с крашем краш чистить мы будем с помощью онлайн калькулятора hex guru вот он пожалуйста значит выбираем срс заходим естественно под своим логином выбираем срс opel astro и находим наш блог 135 58 94 13 выбираем его выбираем файл находится он у нас папочки открываем и загружаем смотрим что написано обнаружен краш нажимаем очистить скачиваем нужный нам файл этот файл улетает загрузки то есть вот он у нас этот файл и сейчас мы его зальем в блок чтобы очистить краш краж дампе у нас почищен мы сразу же его положили в нашу папочку вот у нас flash 3 краж и clear здесь же лежит открываем упа этот файл мы закрываем выбираем наш процессор записывать будем только flash 3 то есть краш находится во flash 3 открываем папку открываем файл clear этот файл нам не нужен нам нужен вот этот файл clear выбираем процессор и нажимаем программ записать так error error у нас что а не включено питание внешне на блок управления подушками все теперь включили питание пишем программ вперед идет запись flash 3 вот то что было выключено питание он не смог записать файл то есть мы забыли по простому подать питание на блок управления внешне но естественно программатор писать отказался о чем свидетельствует вот надписи внизу так пишет что процессор запрограммирован давайте сделаем верификацию как он нам записал проверим верификация также прошла успешно смотрим надпись все блок наш готов можно его закрывать сейчас я подготовлю хелп для упы вам покажу обязательно для того чтобы плату не отрывать а прямо сверху припаяться днище только снимаем и припаиваемся к платье дальше берем крышку которую мы очень аккуратно открыли возьмем герметик но можно любой я пользуюсь виктор рейнс и по контуру нанесем герметик виктор рейнс прямо по контуру тут герметичность в принципе не нужно главное чтоб крышечка прихватилась нашей коробки к нашему блоку ну вот и ставим ее на место то есть вот так все это будет выглядеть немножко поджимаем чтобы она села берем обычные ватные палочки и все лишнее что остается здесь в плане герметика мы в плане герметика мы просто ватной палочкой очищаем очищаем так все теперь эти блоки будем делать без отрыва платы то есть плату отрывать уже не будем теперь от корпуса просто снимается днище и припаивается к контрольным точкам выводы программатора давайте подключим теперь наш блок на столе и посмотрим остались ли там данные о столкновении так вот мы подключили к нашей коробочке включаем зажигание подключали его вот по такой схеме вот это в маленьком разъеме все находится значит это отключение зажигания плюс плюс постоянной масса и джем ламп так называемый к однопроводной кан давайте откроем сканматик выберем chevrolet cruz блоки идут идентичные в принципе что opel astra g что chevrolet cruz и зайдем подушки безопасности давайте посмотрим ошибки какие он нам написал так контур предварительно так все все равно ревни безопасности и так далее и так далее и тому подобное данный ход столкновений не обнаружено то есть здесь их нет все данные об ударе с помощью калькулятора онлайн hex guru мы стерли залили обратно в блок и теперь их здесь нет работа выполнена выполнена успешно всем здоровья крепкого интересной работы и много много клиентов м м м м м Субтитры подогнал «Симон»